Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о устройстве Dolphin, особенностях применения Dolphin. Что из себя представляет Dolphin, все знают, видели. Кто не видел, легко может познакомиться на сайте. Ссылочки на описание и методику проведения этой процедуры я оставлю ниже. Можете полюбопытствовать. Я хотел бы остановиться исключительно на особенностях и нюансах использования Dolphin. В двух словах предыстория. Я когда-то был эпидемиологом и занимался комплексом мероприятий профилактики респираторных инфекций в войсковых частях. И вот на одной из таких частей мы применяли Dolphin для профилактики. Это достаточно большая выборка народу, было там более тысячи человек. Соответственно, проанализировав результаты применения Dolphin, мы сделали некоторые выводы, о которых я вам сейчас расскажу. Сам я использую Dolphin уже 10 лет. Когда работал инфекционистом, я промывал нос 2 раза в день, до работы и после работы, после общения с инфекционными больными. Сейчас делаю, как правило, раз в день, либо раз в 2 дня, в зависимости от, по ситуации, сезон, какой сезон, зима, лето и был ли контакт с большим количеством людей. Коротко остановлюсь на показаниях. В инструкции по применению к Dolphin написано, показан при ренитах, при ОРВИ, гриппе, синуситы, аллергический ренит, атрофический ренит, разные виды ренитов и ДНИДИТЫ для реабилитации после операции в полости носа и околоносовых пазух. Но я хочу сказать, что первое и самое важное применение Dolphin, это, конечно, профилактическое. То есть, когда у вас нет никаких заболеваний и вы не хотите заболеть, применяете Dolphin. Dolphin смываете с поверхности носа слизистой все лишние бактерии и вирусы. Это его основное предназначение. Использование Dolphin во время заболевания, любого заболевания, из перечисленных, возможно, в случае после того, как вы проконсультировались с врачом и врач сказал, что да, можно использовать Dolphin. Долphin связано это с тем, что есть противопоказания к использованию. С ними вы тоже можете ознакомиться. Здесь написано полная непроходимость носовых ходов, острый отит, обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость, аденоиды третьей степени, частые носовые кровотечения, опухоли, полости носа и возраст менее 4 лет. Почему не рекомендуется использовать Dolphin в возрасте менее 4 лет? Связано это с анатомией. На картинке вы видите, что полость носа связывается с полостью уха через ивстахиевую трубу. У взрослых эта ивстахиевая труба уже и под большим углом наклона проходит и длиннее труба сама по себе. Соответственно, вероятность попадания туда жидкости значительно меньше, чем у детей младше 4 лет, потому что у них труба ивстахиевая широкая, короткая и более горизонтально расположена. Соответственно, вероятность намыть средний отит, ну не то, что она высока, но она выше, чем у взрослого. Поэтому, можно, конечно, я там почитал описание, применять и у детей младше 4 лет, но я бы не стал этого делать, не экспериментировать. Сказано, нельзя иметь 4 лет, значит, лучше этого не делать. Побочные эффекты применения комплекса Dolphin действительно отсутствуют при соблюдении инструкции по применению. Что из себя представляет этот комплекс? Буквально кратенько в двух словах. Это пластиковая емкость, 240 мл для взрослых, 120 мл для детей. Пакетики, 30 пакетиков или 10 пакетиков по 2 грамма для взрослых, по 1 грамму для детей. Соответственно, инструкция по применению. Сам баллончик может быть 240 мл, 120 мл для взрослых и для детей, соответственно. Он состоит из 4 элементов. Пластиковый мягкий баллончик, очень удобная штука для работы. Нажимаешь на нее и контролируешь подачу воды, скорость подачи жидкости, в зависимости от того, как вам удобно, побыстрее, помедленнее. Синяя крышка на этот баллончик обеспечивает плотность примыкания устройства к ноздре и герметичность. Таким образом, вода, подаваемая жидкость, вода поступает из одной ноздри в другую, а не вытекает из той же самой ноздри. Трубочка, собственно, без затей. И на эту трубочку, что интересно, такая вот белая насадка, внутренняя насадка. Раньше ее не было. Когда 10 лет назад начинал только намывать носы, тогда этой насадки не было. И, насколько я помню, придумали ее для того, чтобы уменьшить скорость потока воды. То есть люди жаловались, что очень быстро поступает вода. Там вроде как создает повышенное давление в полости носа. Это неудобно, там намывают уши себе. И поэтому дополнили это устройство на такой белой насадкой. Действительно, если ее использовать, то скорость подачи воды снижается. Давление воды, точнее, снижается. Меня это не устраивает. Я обычно удаляю эту белую насадку и пользуюсь без нее. Регулирую поток просто своей кистью за счет давления на баллончик. Так намного удобнее, когда-то побыстрее, когда-то помедленнее, в зависимости от ситуации. Делаешь сам. Здесь же есть инструкция по применению. В ней написано, что и как делать. Читайте внимательно. Состав. Средства для промывания. Голит. Соль поваренная, пищевая, ядированная. Калий хлористый. Сода. И экстракты. Шиповник о солодке. Экстракты промолчу. Это было всегда для меня тайной. Для чего они? Наверное, какое-то действие они оказывают. Может быть. А вот соли. Состав этих соли близок к изотоническому раствору. И, соответственно, может применяться для очистки слизистой без ее подсушивания. Это важно. Потому что изотонический раствор, гипертонический раствор может применяться. Каждый для своих показаний. Вот изотонический раствор – это профилактика. Поэтому сразу скажу, что готовить свои навески для раствора никогда этой ерундой не занимался. Делали как-то мы так в инфекционном отделении. Рассчитывали, соответственно, на приготовление изотонического раствора. Но это очень долго и нудно. И проще пойти купить уже готовые комплекты. Зная точно, что там все дозировки соблюдены. На что нужно обращать внимание при проведении этой процедуры. Во-первых, соблюдение позы, в которой нужно мыть нос. В видеоинструкции и, собственно, в печатном виде написано, что корпус должен быть под углом 90 градусов. Лицо параллельно полу. Это действительно так. Но с учетом анатомии, и встахивать трубы, и соединение полости носа с полостью уха, я бы рекомендовал все-таки либо наклоняться глубже, ниже в ванну. То есть не над раковиной, а в ванну. Вот в таком положении. Либо тогда, если наклонились над раковиной, то подбородок передвигать, опускать ниже к груди, к грудной клетке. То есть, чтобы все-таки и плоскость лица тоже была под углом к поверхности. Это гарантированно вас защитит от попадания раствора в и встахивую трубу и от развития отитов. Вот на этот момент нужно обратить внимание, это принципиально важно. Тогда не будет никаких разочарований, никаких недопониманий в эффективности этого комплекса. Он действительно классный, хороший, работающий, но при правильном применении. Начните первое, что это с положения тела и головы. То есть, максимально низко опускаем корпус по возможности. Если нет такой возможности, то 90 градусов минимум. И подбородок привести, опустить ниже к грудной клетке. В качестве лечебного средства долфин все-таки лучше использовать после консультации с лор-врачом. Но если такой возможности нет, и запись к лор-врачу ожидается через месяц или даже через две недели, а лечиться нужно сейчас, то важно помнить, что перед применением долфина нужно закапать нос. То есть, вы должны дышать носом. Закапать нос, снять отек со слизистой. Почему? Потому что, когда слизистая отечная, то гайморовые пазухи, которые тоже открываются в полость носа через отверстие. Вот это отверстие при отечной слизистой, оно блокируется, может быть блокировано. И тогда, когда вы намываете нос, жидкость попадает в гайморовые пазухи. И за счет блока слизистой остается там внутри, что может способствовать развитию гайморидов. Чтобы этого избежать, надо нос посушить предварительно, чтобы открылись вот эти вот отверстия, чтобы расширились носовые проходы, чтобы жидкость спокойно проходила. Для приготовления раствора не рекомендуется наливать горячую или очень холодную воду. Я помню, когда-то у нас один из докторов наших дорогих и уважаемых решил в первый раз промыть себе нос. Он налил прохладную воду. Не то чтобы холодную, насколько я помню, просто прохладную. И вот у него закружилась голова. Такое бывает. Связано это с тем, что холодная вода при похраждении через полость носа влияет на вестибулярный аппарат, который расположен недалеко от полости носа. Это физиологическая реакция. И возникающее головокружение – это вовсе не конец света. Это все проходящее. Просто нужно помнить, что лучше использовать теплую воду. Ну, я, например, и холодной пользуюсь, и теплой водой. Я уже достаточно хорошо привык, адаптировался к этой процедуре, и мне не важно. Но если вы только начинаете пользоваться этим комплексом, то лучше, конечно, обратить внимание на температуру воды. Ну, горячей водой просто обожжете слезистое. На холодной может быть головокружение. Поэтому наш выбор – теплая водичка. Важный момент – это то, что в течение 10-15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа. Поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. Вы видите, что полость носа состоит из трех носовых ходов. Вот представьте, что жидкость прошла по этим носовым ходам. И в силу законов физики, капиллярного натяжения, или просто в силу атомических особенностей полости носа, часть воды, естественно, там задерживается. Поэтому после промывания, даже когда вы высморкались, забрали остатки жидкости баллончиком, все равно часть жидкости там остается, и она потихонечку оттуда вытекает. Важно при этом помнить, что если вы сразу же укладываетесь спать, то жидкость эта будет вытекать и попадать в том числе и в ястахевую трубу. Поэтому на утро вы можете проснуться с боли в ушах. Я прочитал интересное описание ситуации, или как назвать это, отзыв. Ссылочку оставлю. Женщина очень хорошо все описывает, рассказывает, как она промывала нос ребенку. И в конце добавляет, что лично у нее, у взрослого человека, был негативный опыт, когда она намыла нос, легла спать и проснулась в среднем атитом, жуткими болями и всем остальным. Поэтому она не рекомендует использовать долфин. Но я тут скажу, что, наверное, нужно рекомендовать его использовать в соответствии с инструкцией. И помнить, что намыли нос, сразу не ложимся, не укладываемся спать. А 10-15 минут походили, посидели, книжку почитали. И только после этого укладываемся спать. Важно помнить, в связи с гайморитами в холодное время суток, что промыв нос, опять же, напомню, что жидкость проходит через полость носа и частично промывает и гайморовые пазухи тоже за счет соустия между гайморовой пазухой и полостью носа. Если это соустия открытая и проходимая, то жидкость будет промывать и гайморовые пазухи тоже. Это нормально, это классно. Просто не поверите, какое количество всего можно вымыть из гайморовых пазух. В каком количестве. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны нужно помнить, что в холодное время года желательно проводить промывание носа за 20-30 минут до выхода на улицу. Я помню, когда я бегал в часть, где мы как раз организовывали все эти мероприятия по профилактике ОРЗ, респираторных инфекций, я как-то себе намыл нос и помчался бегом, забыв о том, что еще водичка-то есть внутри в полостях. Это было дело зимой, и вот я когда вышел на улицу, я прочувствовал, что такое холодная, холоднющая вода в гайморовых пазухах. Очень неприятные ощущения. Поэтому так лучше не делать. Надо промывать нос за 20-30 минут до выхода на улицу. После использования важно разобрать устройство, промыть его. По инструкции рекомендуют промыть в мыльном растворе или в растворе питьевой соды. Всего это, конечно же, я, допустим, не делаю. Я его прополоскал, поставил, положил так, чтобы из него вытекла вода, чтобы он просох, чтобы был чистенький. Что касается использования баллончика для удаления остатков жидкости из носа, ну, я этого не делаю по нескольким причинам. Во-первых, не очень вижу смысл это делать баллончиком. Во-вторых, мне жалко сам баллончик, представляете, туда все эти козявки и сопельки затекают, и потом это попробую все оттуда вымойть, так, чтобы там не выросла какая-нибудь микрофлора. Поэтому я предпочитаю дождаться, пока жидкость оттуда сама вытечет. На этом не нужно много времени и усилий. Освобождение носа от жидкости сразу после того, как промыли, производится за счет высмаркивания. Важно помнить, что когда вы зажимаете, например, правую ноздрю и высмаркиваетесь, вы очищаете левую ноздрю, но при этом в правой ноздре создается высокое давление. Оно временное, буквально там, краткосрочное. Но, тем не менее, это высокое давление может привести к забросу содержимого правой ноздри в гаймору пазуху и в стахевую трубу. Поэтому важно, высмаркиваясь, делать это двумя пальцами и сразу высмаркиваться две ноздри. Такое положение будет создавать не столь высокое напряжение и давление в полостях носа. А это краткосрочное, как правило, повышение меньше длится, повышение давления, чем при одностороннем высмаркивании. И, соответственно, проблемы со забросом содержимого будут возникать гораздо реже. Еще одна особенность анатомическая, которая может впечатлеть вас или ваших знакомых, это то, что при промывании носа из глазика может потечь водичка. Это занимательное зрелище, ощущение. Я чаще всего промываю нос закрытыми глазами, чтобы не впечатляться. Связано это с тем, что полость носа связывается с глазами, с глазницей через носослезный канал. Это тоже вот такая вот особенность. И когда водичка течет из глазика, это говорит только о том, что у вас хорошая, чистая проходимость носослезных каналов. Это хорошо. Здесь не стоит переживать, наоборот, порадоваться и просто привыкнуть к той мысли, что такое возможно. Не всегда. У кого-то будет, у кого-то нет. Но в любом случае, эту тему пугаться не стоит. Ну и теперь давайте подведем итоги. По особенностям. Во-первых, наклон туловища должен быть пониже, больше 90 градусов. По возможности, например, в ванну, не в раковину, а в ванну. Если такой возможности нет, то значит при этой процедуре нужно приводить подбородок ближе к груди, опускать ниже голову. Растворять воду обязательно теплой водичкой. Если при использовании холодной воды закружится голова, не пугаемся. Это нормальная реакция вестибулярного аппарата на холодную воду. В течение 10-15 минут после промывания носа не укладываемся спать, потому что жидкости нужно вытечь из полости носа через носоглотку, не попадая в вистакивую трубу. Планируя промывание полости носа, нужно помнить, что делать это нужно за 20-40 минут до выхода на холодный воздух. В зимнее время или в осеннее время. Причина та же самая. Нужно дать жидкости возможность вытечь из полости носа, из гайморовых пазух, таким образом, чтобы не произошло переохлаждение полостей в зимнее время за счет наличия там жидкости. Важно высмаркиваться правильно, двумя пальцами одновременно, не создавая повышенного давления в полости носа, чтобы предупредить заброс содержимого в вистах его трубу или в гайморовой пазухе. При использовании долфина в качестве лечебного средства важно предварительно сузить сосуды в полости носа, снять отечность слезистой и разблокировать соустия между полостью носа и полостью гайморовых верхнечелюстных пазух. В заключение скажу, что средство объемного промывания полости носа долфин это великолепный способ проводить профилактику респираторных инфекций. Долфин является эффективным средством в лечении респираторных инфекций при соблюдении определенных правил его применения. Я его совершенно спокойно и честно рекомендую для использования с соблюдением тех нюансов, о которых я говорил выше. Я рассказывал о всех этих нюансах достаточно долго, но на самом деле, когда применяешь долфин, то, во-первых, быстро привыкаешь ко всем этим нюансам и делаешь их автоматически, а во-вторых, со временем просто перестаешь замечать, что пошагово выполняешь алгоритм использования долфина. Так что вы смело можете пользоваться долфином и заниматься профилактикой, а при необходимости лечением. Будьте здоровы, берегите себя или выздоравливайте, если заболели. Чем быстрее, тем лучше.